Такой сложной, такой непредсказуемой и непростой, наверное, международной обстановки вокруг Приднестровья не было, наверное, никогда. Универсальных регуляторов, которые позволили бы решать конфликты исключительно за столом переговоров, те нормы и принципы, которые бы соблюдали все государства мира, к сожалению, они тоже отсутствуют. Организация Объединенных Наций, как мы видим, не способна справляться с конфликтами, с кризисами и вызовами. Есть другие организации, та же ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая тоже, к сожалению, давно уже не является универсальным регулятором. Совокупность проблем у нас десятилетиями сохраняется, у нас есть проблемы в информационной сфере, в сфере передвижения автотранспорта, в сфере уголовного политического преследования со стороны Молдовы, наших граждан. В области экономики давление, банковско-финансовое давление. Молдовская страна ищет, изыскивает политические факторы и использует это для создания социальной и гуманитарной напряженности, для нанесения ущерба экономике Приднестровья. Международное участие, оно не конвертируется в то, чтобы были какие-то гарантии исполнения тех или иных договоренностей. Нет никаких гарантий. Тем не менее, мы считаем, что невозможно и недопустимо ломать и разрушать тот переговорный механизм, который на сегодня сформирован с 2002 года по настоящее время. Такой же позиции придерживается Российская Федерация. А все попытки некоторых западных партнеров сказать о том, что это сложно, это надо отложить на потом, не время сейчас, мне кажется, что это исключительно такое политическое лукавство. Продолжение следует...